Беларусь-2 Самое обидное в этом было то, что мама никогда не вставала на мою защиту. Хотя по факту руку на меня поднимал совершенно посторонний человек. Я сильно битая матерью. Помню очень хорошо страх, унижение, беспомощность. В детстве меня били регулярно, но чувства унижения или обиды вообще не помню. Для наказания всегда была веская причина. Вот так по-разному уже взрослые люди вспоминают наказание ремнем в детстве. Так бить или не бить? Вот в чем вопрос. Варварские издевательства. Или самый действенный метод воспитания современной молодежи. В этих вопросах и не только. Будем разбираться в ближайшие 40 минут. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть экранизацию письма нашей подписчицы. Внимание на экран. Я не знаю, как рассказать о своей проблеме и многим она вообще покажется смешной, но мне 16 лет и родители до сих пор бьют меня ремнем. Провинилась за что-то и я уже знаю, что будет. Они считают, что это нормальный воспитательный процесс. Но неужели это действительно так? Этот ремень у нас на самом видном месте в квартире висит. Как напоминание. Если провинишься, знай, что тебя ждет расплата. А как же мои права? Почему все вокруг меня говорят, что детей бить нельзя? Я говорю это родителям. Они отвечают, что их тоже так воспитывали. И ничего, хоть нормальные люди из них выросли. Я понимаю, что они делают это не для того, чтобы специально сделать мне больно. Но рассказать мне об этом стыдно. По ее утверждению, в жизни она боится лишь одной вещи. Ремня, который висит на почетном месте в ее доме. К нам присоединилась Настя Архипова. И она безумно обижена на своих родителей, которые за любую провинность применяли наказание ремнем. Настя, здравствуй. Здравствуйте. Настя, тебе привет. Для тебя и для всех наших телезрителей мы хотим сегодня задать вопрос в нашей группе во ВКонтакте, который звучит следующим образом. Идеальные родители, по-вашему, кто они, какие они должны быть, свои варианты, присылайте. Давайте немножко разберемся в этом вопросе. И не забывайте, что со вторника по пятницу в эфира в пин-код вы видите цифры, которые в пятницу вводите в соответствующие записи в нашей, опять же, группе, о которой Таня уже говорила. И в пятницу же розыгрыш, подарки, все от пин-код, все только для вас, для самых активных. Ну а теперь давайте к Насте. Настя, ты уже достаточно взрослая, да, почти 18, если не ошибаюсь. Да. И до сих пор у тебя не отпускает то, что в детстве тебя били. Ну, знаете, как говорится, все проблемы идут с детства. И когда ты вспоминаешь об этих моментах, невольно содрогаешься, потому что ты был маленьким, беспомощным. А в то время что-то мог сделать против воли родителей, которые порой устанавливали довольно жесткие рамки. И с этим сложно бороться. И было немало моментов, когда ты маленький, беспомощный, пытался что-то сделать, но всего лишь лились слезы против родительского гнева, и больше ты ничего сделать не мог. Сейчас в твоей жизни есть проблемы из-за вот такого метода воспитания? Возможно, я порой боюсь говорить с людьми, и мне довольно трудно вступать в конфликтные ситуации, хоть они бывают в моей жизни. И в этих случаях мне трудно сдерживать эмоции, которые бушуют у меня внутри. Настя, ты сейчас так говоришь, как будто у тебя родители, прости, изверги, да, и они просто действительно избивали тебя этим ремнем систематически, там, несколько раз в неделю. Или действительно были поступки, которые следовало было бы наказать? Я не могу сказать, что меня очень много раз били. Это был, наверное, единичный случай, скорее моральное давление. Вот это больше всего и давит. Особенно, когда сначала достается от мамы, а так как родители обычно придерживаются одной позиции, то папа потом после рабочего дня приходит, и они вместе садятся на кухню и начинают разбирать твой проступок. И в этом случае, когда давят двое, это очень сложно, когда они обижаются, когда ты не понимаешь, за что. Неделя проходит, и приходится потом извиняться тебе, а не им. Прости, что перевариваю. Ты пробовала поговорить с ними, сказать, что вот такой метод воспитания не вызовет послушание от тебя к тебе? Иногда пробовала. Уже пробовала в сознательном возрасте, об этом говорит, но родители говорили о том, что нас так воспитали, мы так привыкли, мы привыкли к таким методам, и менять особо ничего не хотим. То есть твои родители выросли хорошими людьми благодаря тому, что их тоже периодически, скажем, запугивали ремнем? Думаю, да. В силу времени, в силу характера бабушек и дедушек, которые их воспитывали, наверное, время было такое суровое, приходилось держать всех в ежовых рукавицах, но я говорила им о том, что сейчас время другое. Сейчас можно говорить с детьми на их языке, и главное было бы желание. И тогда можно найти компромиссное решение, которое устроит обе стороны, без применения давления морального или угнетения. Ты знаешь, Настя, может быть, наши следующие гости помогут тебе найти правильный выход, этот подход к твоим родителям. Я не знаю, я буду на это очень сильно надеяться. Метод кнута или метод пряника? Сложный выбор, но прямо сейчас у тебя будет несколько минут, чтобы определиться, на чьей стороне ты. Реклама на Беларусь 2. Это пин-код, и мы продолжаем разбираться в спорных вопросах воспитательного процесса. Как и обещали, к нам присоединились родители с противоположными взглядами. Мы приветствуем Александру Трушель и певицу Владу. Здравствуйте, девушки. Добрый день, девушки. Давайте вот начнем с Александры. Я так понимаю, что вы у нас сторонник того, что надо пожестче воспитывать. Вообще, хотелось бы для начала сказать, что у меня сын, ему 4 года, и прежде всего воспитание мальчиков и девочек иногда должно разниться. Также физическое воздействие на детей – это крайняя мера, это один из методов воспитания. Но допустимая для вас. Допустимая. Это не единственный метод воспитания. То есть это какой-то крайне не единственный метод. Если уже говорить о наказаниях, как о методе воспитания, то, на мой взгляд, существуют две ситуации. Когда допустим, а когда нет. Если хотите, приведу привет на привет. Конечно, хотим. Первое. Ребенок впервые сталкивается с какой-то ситуацией. Он не знает, как в ней поступить. Он не знает правила. Он не знает правила, как жить в этом мире. Изначально родитель должен ему объяснить. Он поступил, он сделал что-то плохое. Я не говорю о мелочах. Конечно, сразу же браться за ремень и лупить, когда ребенок не знал, как нужно жить и поступать, не стоит. Но если он уже знает, вы ему объяснили, и он целенаправленно делает это вам назло, если никакие доводы не помогают, то тогда уже иногда, чтобы заложить вот эти какие-то базовые принципы ему, лучше же один раз увидеть, чем сто раз послушать какие-то уговоры. На кого-то они не действуют. Так вот, в этом случае где-то можно приложить какую-то силу свою, но когда ребенок еще, наверное, не стал такой личностью прямо. Потому что иначе можно его унизить и, вот как Настя говорила, оставить какой-то след на всю жизнь. А вот Влада, да, считает, что можно как-то и договориться. Я считаю, что не только можно, но нужно договариваться. Я считаю, что любому ребенку всегда можно объяснить правила игры. И вот я вспоминаю свое детство, и я точно помню, как мама всегда со мной разговаривала. И во второй раз, и в третий раз, и в пятый. И я больше скажу. Она со мной разговаривала долго, целенаправленно, упорно, объясняя. И иногда мне даже хотелось, чтобы она мне просто вот треснула, да. Мне было бы, наверное, легче, чем я знала, что сейчас вот начнется этот разговор. Поэтому, ну, лично я со своим ребенком, я договариваюсь. То есть я считаю, что когда ты ребенка бьешь, ты проявляешь тем самым свою слабость. То есть это я проявила слабость, у меня сдали нервы, потому что я не выспалась, у меня много работы, все. И вот я вот проявила эту слабость, я шлепнула, поэтому я извиняюсь. А вот по поводу этой ситуации, которую мы слышали во время рекламы, когда ваша дочь разбила телевизор. Как вы в этой ситуации договаривались? Ну, вот просто вот... В общем, ты без подарков на день рождения, а у нас новый телевизор. В принципе, да. То есть как бы я объясняла, что... То есть, значит, сейчас, раз у нас произошла такая ситуация, да, то есть, возможно, ты сделала это случайно, но мы понимаем, что это... Не захотелось взять ремень? Ремень, ну, а толку что мне? Телевизор из этого починиться или еще что-то, то есть... Такий бедный ребенок в 5 лет раскручивал эту плазму. Нет, 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 этого не было. Просто было объяснено очень четко и понятно, что в этом месяце ты лишаешься вот этих вот этих вот развлечений. Почему? Потому что мы копим деньги на новый телевизор. Вот так. То есть, видишь, все равно какие-то ограничения, маленькие, жесткие, все равно... Да, конечно, нет. Это не только пряник, это разговор. Нет, то есть, ну, это разговор, то есть, я считаю, что доверительность, выстраивать доверительные отношения, и вот то, о чем я говорю, не надо ремнем, а нужно обязательно разговорами, разговор не обязательно должен быть, ах ты моя лапочка, зачем же ты так плохо делаешь? Это может быть довольно жесткий разговор. Ты плохо послушал. Может быть, да, конечно, четко, по делу, объясняя, что хорошо, что плохо, но в то же время не применяя физической силы. Вот смотрите, вот Влад рассказал про историю, там, разбитый телевизор. Настя, может быть, ты гиперболизируешь свою проблему? Может быть, действительно, ты совершала проступки, серьезные проступки, а родители тебя за это, ну, наказывали? Может быть, вспомним какие-то примеры, вот за что ты получила, скажем так. Ну, был момент, когда мне, я не могу сказать, что я гиперболизирую, я отношусь уже к этой ситуации, скажем, философски, потому что я понимаю, что родители тоже такие же ученики. Они вместе со мной, потому что я первый ребенок, они учились методом воспитания. Просто единственная проблема, которую я вижу в этой ситуации, то, что некоторые из них, или, возможно, не оба, они хотят менять методы. Ну, вот конкретно, может быть, вспомнишь, что было? Ситуация, да. Ну, например, когда в детстве я ходила на шахматы, я ходила первое время туда с увлечением, с удовольствием, а потом просто сказала, мне это больше не интересно. Мои родители на это сказали, нет, ты будешь ходить, и это еще продолжалось более двух лет. Мне это констатировали тем, что это же полезно для ума, ты будешь лучше решать математику, а моя душа стремилась в этот момент к другому. Я хотела творчеством заниматься, и это доводилось до слез, до истерик, я прогуливала втихаря, ну, и только вот спустя, ну, вот, время я им, наконец-то, доказала, что мне это сейчас не нужно. А про то, что вот мы знаем про твои опоздания на 3-5 часов, и когда ты трубку не берешь, что ты скажешь на это? Наши редакторы все выяснили. Опоздала на 5 часов, перестала брать трубку, потому что понимала, что смысла брать трубку нет, а дома уже будет. Я понимаю, что, ну, сейчас я уже понимаю, что я делала неправильно, и родители были правы, но всегда можно поговорить. Вот как говорил собеседник слева, всегда можно договориться, всегда можно один, два, три раза сказать, и смотря каким способом. У меня дедушка в свое время на наглядном примере рассказал, что деньги имеют свою цену. Как-то в магазине я ходила, и все время выпрашивала какую-нибудь вкусняшку. И как-то попросила большой чупачус, который стоил, ну, больших денег, с игрушкой был. А дедушка потом купил, вышел и сказал, Настя, я тебе на эти деньги мог купить две шоколадки или что-нибудь еще полезное. И он сказал это спокойно, обыденным тоном, и вот что-то тогда щелкнуло. Я тогда поняла, что это вот... Но в этот момент ты не опаздывала домой на пять часов и не брала трубки. В этих ситуациях я признаю, что я была неправа. И адекватное было наказание, как ты считаешь? Да, адекватное. Лада, а вот как ты считаешь, если бы твой ребенок, например, да, разрисовал дорогущие обои дома, как бы ты поступила? Хватило бы разговора? Объясняла бы. Просто бы посадила бы... Так, давай поговорим. Она мне отрисовала. Так, и что было? Ну что, ну объясняли. Она это сделала в возрасте двух лет, понимаете? Поэтому объясняли, потому что это делать нельзя. Вот привели и показали, где можно рисовать. Для этого существует доска. То есть мы все время путем разговоров. Потому что я считаю, что, понимаете, если человек не понимает ребенок, да, ну, опять-таки, ребенок может не понимать. Ну, вот, например, мы ведем диалог с иностранцем. Он тоже не всегда понимает, да, что мы делаем и что. Мы начинаем его, эх, ты же не понимаешь, давай-ка мы тебе сейчас. А вот на Западе, кстати, очень интересно поступили в Торонто, когда шестилетний ребенок нарисовал, я так понимаю, обои, да, или что это такое, картину. Родители просто взяли рамочку, взяли под стекло. Все как в музее, четко подписали, красиво. И, кстати, многие родители теперь берут пример вот конкретно с этой семьи, говорят, а что же нет-то, да, почему, давайте попробуем тоже делать так красиво. Вот, смотрите, рисунок подписан, и никто, собственно, не будет переклеивать обои. Александра, вот если бы ваш ребенок так бы сделал, было ли место вот такой рамочки на стенке? Ну, во-первых, родители в этой ситуации очень круто хайпанули, да, то есть они выставили эту ситуацию именно так, как есть. Но давайте вот представим. Главное, чтобы они не хайпанули ребенка за это. Да, это точно, это очень важно. Еще один момент. Вот, смотрите, ребенок до этого не сталкивался с ситуацией рисования на обоих. Там можно это, нельзя и так далее. Вот он столкнулся с этой ситуацией, так получилось, да. Ему объяснили все, показали, повесили в рамочку и так далее. У него был творческий порыв. Он увидел по интернету, как тетя разрисовывала красивые цветочки на обоих. Вот здесь главное не задавить этот творческий порыв, может, растет будущий художник, да. Ну, если это случилось там второй, третий, четвертый раз, я не думаю, что родители в этой ситуации... То есть это будет рамок не хватить. Я не думаю, что не было разговора, и родители не сказали их сыну или дочке, что больше, пожалуйста, так не делай. Вот тебе, пожалуйста, маркеры, листик, мы можем твои рисунки на эту стену повесить, но на стенах больше не рисуй. Я бы посмотрела, как они отнеслись к тому, если бы дальше он понял, что это круто, это нормально, родители хорошо относятся, начал бы рисовать гвоздем по папиной машине, да, начал бы рисовать, вырисовывать узоры ножницами по маминым платьям. То есть давайте не бросаться в крайности, здесь всегда есть какие-то свои такие моменты. А когда ребенок не понимает, и все равно, вот пока его, простите, не шлепнешь, да, там, десятый, там, двадцатый раз, он не начнет делать так, как правильно. Что тогда делать? Как вот достучаться? Прям вы именно говорите о том, что нужно шлепать, 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 и не понимает. То есть вы как мама, как вы бы объяснили, как правильно? Вы знаете, у меня были такие ситуации, я вам пример могу привести. Я шла с ребенком мимо проезжей части, ему четыре года, сын у меня. Значит, он баловался, меня не слушался, и выбежал на проезжую часть. Конечно же, я пока что еще в нормальной физической форме, я быстренько его оттуда убрала, очень жесткий, серьезный разговор, прям там у меня с ним был. Прилюдно? Прилюдно, конечно, я ему сказала, ты что, хочешь, чтобы тебя задавила машина? А ребенок что на это ответил? Вот что, какая была вообще реакция? Ну, сразу скажу, что я считаю, что мой метод воспитания хорош тем, что у меня, в принципе, ребенок со второго раза уже всегда понимает, и несмотря на это он меня очень любит, и в нашей семье присутствует и любовь, и ласка. Так вот, что было дальше? Мы идем, он все равно начинает баловаться, и не зная, что было в этот день, и все равно выбегает второй раз на дорогу. Хотя было объяснено прилюдно. Хотя было объяснено прилюдно. Что мы делаем? Мы идем домой, там есть папа. И я вообще, если честно, считаю, что вот именно какую-то власть и силу применять должен больше мужчина. Ведь не зря есть такой метод, да, хороший и добрый полицейский. Где-то мама больше ласки дает, мужчина больше силы. Но там ждал папа, который очень хорошо объяснил сыну, что так делать нельзя. Может быть, здесь все-таки разговор не про хорошего, плохого полицейского, а закончим на хорошем полицейском. Он не смог объяснить. И получается, ну, ребенок бы мог понять, если бы еще раз сказали, еще раз объяснили. Но тем не менее, получается, что ребенка в итоге наказали фактически физически. Он не хочет. Как ему объяснить, что, пожалуйста, объясните мне еще раз, и я пойму, не надо меня к плохому полицейскому, который там папа с ремнем и а-та-та. Как объяснить вот ребенку, чтобы ребенок объяснил маме, что, мам, не надо, пожалуйста, давай как-то, ну, решим вопрос по-людски. Подождите, мы еще говорим о возрасте ребенка. Если уже ребенок взрослый, и какой же вы хороший родитель, в кавычках, если вы сами не видите, что вашему ребенку уже не нужно это, что он откликается и понимает вас благодаря единственным разговорам и так далее. Но я хочу вернуться к той ситуации. Да, было ему шлепнуто по попе, он был поставлен в угол. На горок. Да, он там и приседал, и отжимался, и бегал, и помыл. Четыре года ребенка? Да, четыре. И помогал мыть маме посуду и так далее. И после этого, поверьте мне, я очень счастлива, что мой ребенок, шага к проезжей части без меня и без моей руки не подходит. Может быть, где-то я и переборщила, но я знаю точно, что моего ребенка не задавит машина. То есть это стоило того? Я не могу сказать, что вы его очень жестко. Я могу сказать, что вот я так понимаю, что в вашей ситуации все было намного жестче. То есть это было... Мы разбираем ситуацию... Все дело в ситуации. Мы разбираем ситуацию вашу. О том, что действительно, я, конечно же, не хочу осуждать родителей, мы все из этого советского детства, нас всех воспитывали, что должно быть все довольно серьезно. Но я так понимаю, что когда уже довольно взрослого человека, вы же понимаете, что когда взрослый бьет ремнем. Вот мы уверены в этом взрослом, что он в какой-то момент не разошелся в своей ярости и не дал так, что это может и шрам остаться, и какие-то могут быть и синяки, и, ну, это действительно все серьезно. Да, но ведь шрамы могут быть какие-то... Приседать, пожалуйста. Шрамы могут остаться и от психологического, морального воздействия, которое на Настю было оказано. На мой взгляд, за момент с шахматами вот так вести себя, это... Наверное, прихоть получилась родительская. Ну, смотрите, Настя говорит, что, может быть, хотела, чтобы родители вели себя как-то по-другому, может быть, условно, там, вот у Машки-то родители покруче, но как бы было, на самом деле, не знает никто. Вот у нас Влада с одной позицией, Александра с другой. Да, наши телезрители говорят, что идеальные родители не должны оскорблять и причинять своему ребенку боль. Так нам написала Вика Шерстнева. Вот так ли это все на самом деле, я предлагаю узнать из нашего следующего видеоматериала. Привет, это Санта Тарабарбара и Полинина Мама. И наша тема сегодня – другие родители. Какими они вообще бывают? Итак, очередная неблагодарная малолетняя секиляха недовольна, видите ли, своими родителями. И с удовольствием поменяла бы их на других. Прекрасно! Посмотрим на каких именно. Дети – это цветы жизни. Такие родители разрешают абсолютно все, ни во что не вмешиваются. Извините, а ничего, что ваш цветок вон там до горшка не дошел? Это его выбор, сам разберется. А есть что покушать? В холодильнике только уксус, тмин и лед. Выбирай, что хочешь. Других родителей выбирай, хуже не будет. Хотя... Наша дочка – ангел. Ну вот! До конца дослушай. А все остальные хуже нашей дочки. Говори, что хочешь, солнышко, мы все для тебя сделаем. Куклу, как у той девочки! Секундочку. Отдай сюда, ты что не слышала, что сказал наш ангел? По-моему, в родителей ангела какой-то бес вселился. Вот прям при родах. Привет! Это Санта-Тара-Барбара и я Полинин Паба. Какими бы ни были ваши родители, помните, других у вас нет. Если мы иногда что-то делаем не так, вы уж прощайте нас, пожалуйста, как мы вас прощаем. А где гитара? Продала, чтобы пожрачку пить. Это был мой выбор. А гитара была Папкина. Ну и бог с ней. Смена ролей, моделирование определенной ситуации. По-моему, настало время обсудить этот вопрос с профессионалом. И я приветствую в нашей студии психолога Дарью Боргвард. Добрый день, Дарья. Здравствуйте. Дарья, твоя позиция. Ремень можно применять или нельзя применять? Начну с того, что мне очень грустно, на самом деле, за героиню, за нашу. И скажу, что, конечно же, ремень применять в воспитании нельзя. А, Александр, думаешь, что можно? Как крайне нет. Я сейчас должна ответить, да? Нет, подождите. Хорошо, так нельзя. Хорошо. Битье ребенка ремнем, систематическое, это прямой путь к воспитанию эмоционального коллеги. К сожалению. И поэтому я все-таки придерживаюсь таких методов воспитания, как терпение, выдержка и правильный диалог. А если не хватает терпения? Значит, нужно набираться. Значит, нужно уметь работать со своим состоянием. Сколько таких ситуаций, историй, когда родители очень набираются терпения, любящие, терпеливые, а ребенку, ну, плевать, да, ему плевать. За ним бегают на задних лапках все родственники, бабушки, дедушки его балуют, да, родители. Ну, он же ребенок, ну, он же ребенок. Сейчас же очень много таких, знаете, вот это, я же мать, он же ребенок, вот эти все стримы, которые в интернете, мы знаем об этом и так далее. И я вообще считаю, нельзя с точки зрения каких-то крайностей однобоко эту ситуацию обсуждать, потому что можно вот этим всем лебезением возрастить такого же человека асоциального. Вы вспомните себя вот в образе подростка. А то такие взрослые сели тут. Но неужели вот вас уговорами, вот Влада, вас, Александр, можно было уговорами убедить в том, что все, не нужно делать плохих поступков? У меня можно было, я помню точно, у меня есть пример с моего детства, когда я поняла, что я сделала нехорошую вещь. И я помню, мама со мной разговаривала, и в какой-то момент я увидела, что она заплакала. То есть, возможно, в этот момент она проявила свое бессилие, но я поняла, что я, я настолько люблю свою маму, я больше не допущу, чтобы она из-за этого плакала. Я так больше не делала, а делала я плохо. В случае, и после такого, да, ты понимаешь, что твоя вина, и мама была права. И когда ты видишь вот это бессилие родителей, это действует намного больше, чем... Хотя тоже смотря на кого, дети разные бывают, и люди разные, некоторые делают назло и радуются этому. Может, вот ты говоришь, что иногда и в твоем поведении была причина их гнева. Может быть, если бы ты прислушивалась к их советам, не было бы таких радикальных мер? Прислушивалась бы чаще. Ну, ведь у нас у всех было, вот давайте вспомним наше детство, ну, вернее, вот этот вот период, когда мама, ты ничего не понимаешь. Мама, ты, вот мне хорошо подскажет подружка. Ну, правильно, мы же все через это проходили. Но меня хватало где-то на час. Потом я почему-то понимала, что, возможно, подружка мне подскажет так, как ей правильно, а мама, наверное, все же получше. Вот тут в тему, наверное, подросткового периода, я считаю так, что ребенок в подростковом периоде всегда ищет себе авторитета. Вот это самое первое, что он ищет. Это может быть, там, друзья на улице, это может быть сейчас современная, да, ситуация, какой-то блок в интернете, интернет-друзья. Это могут быть родители, это может быть улица, это может быть сериал в том числе. У меня у знакомых есть такая ситуация, когда ребенку не уделялось должного внимания, он вырос на сериалах, вот реально. И у него заложились какие-то базовые принципы и мнения о жизни, исходя из сериала в интернете. Так вот, да, родители должны сделать так, чтобы они стали авторитетом для своего ребенка. И тогда таких ситуаций, в принципе, не будет возникать. Это вот такой способ воспитания есть в Нидерландах, Германиях и Финляндии. Называется «ничего не делание». То есть ребенка не нагружают ни кружками, ни общением с родственниками. Вот он должен погрузиться в себя, он должен поздать мир, да, и насытиться, скажем так, вот, насытить свой организм. Так что, может быть, что-то есть схожее. Кстати, еще по поводу, раз уже открыла статью интересных методов воспитания, в Японии практикуется самостоятельное путешествие общественным транспортом. А все мы представляем, что такое, например, метро в Японии, да, эти... В Токио, больше двухсот станций. Да, да, станций. И ребенок вот может сам путешествовать, скажем так, да. И, с одной стороны, это безопасность, но, с другой стороны, у родителей, мне кажется, все равно сердце не на месте. Но я вспоминаю себя лет в 7-8, я ездила в музыкальную школу, 25 минут на троллейбусе, нормально, не потерялась. Правда, да, без пересадок. И мы так же ездили. Так что, мне кажется, очень даже тоже неплохой способ. Давайте так, Дарья, может быть, вот, непослушание подростка в каких-то ситуациях, для него это способ показать, что я уже взрослая, мама, не надо мне тут указывать, как говорит Влада, что подружка знает лучше, чем ты, мама, а ты, мама, ничего не понимаешь. И вот таким способом подросток проявил непослушание, показалось, что он, ну, вроде бы взрослый. Ну, вообще, сам период подросткового этапа, это такой период, когда подросток, ребенок, он пытается отделиться от родителей. И что мы здесь обычно видим у подростка? Знак протеста. Он протестует, он выражает свое, то есть, да, он хочет психически родиться. И вот это и означает, что, простите. Все хорошо. То есть, получается, что подросток просто хочет отделиться, а родители при этом не понимают, что происходит. Подросток хочет, да, подросток хочет отделиться от родителей. И здесь, скорее, вот то, что вы сказали, там, провокация со стороны подростка, типа, вот, мои друзья знают лучше, подружки знают лучше, это можно рассматривать не как подростковое такое вот незнание чего-то, это можно рассматривать как попытка отстоять свои границы, попытка их выстроить. Что ты хотела вот этой вот, ну, скажем, самостоятельности, независимости? Я не могу сказать, что меня ограничивали, у меня было достаточно свободы, у меня был просто определенный режим дня, который я должна была соблюдать в определенное время вернуться. А, то есть, у меня не было границ, но был режим дня. То есть, не было границ, но были границы. Нет, у меня не было в плане ограничений серьезных, что вот я не могу туда пойти или еще что-то, просто были вещи, которые я должна была сделать, и в случаях, когда я этого не делала, был, ну, скажем, жесткий прессинг, вот, и вот, наверное, это больше всего и цеплялось, что в тех случаях, когда это можно было донести спокойным языком, разговорами, объяснить, что так неправильно, действовались, пробовали другие методы старые. Так ты делала это снова и снова, может быть, в этом? Я не делала это снова и снова. В некоторых ситуациях понимала, просто возникали уже новые ситуации, в которых вот... Новые, но похожие, то есть ты понимала примерно, что ты уже получишь, или нет? Нет, не всегда я понимала, иногда это были просто вспышки. А что же делать с ребятам, которые вот сейчас нас смотрят, и, возможно, они в такой же ситуации, вот, как Настя? Я бы, например, наверное, на месте этого подростка, меня просто, у меня никогда не били в детстве, поэтому, видимо, я также воспитываю своего ребенка, да? Я бы, наверное, говорила, подождите, вы мне можете очень сильно ударить, вы можете меня убить, что же вы будете без меня делать? Наверное, я бы так говорила. Вот это правильная позиция или нет? Я бы взывала к совести родителей, что я уже взрослая, поругайте меня, накажите меня, лишите меня каких-то развлечений. Вот вам все мои деньги, вот телефон, вот модем, пожалуйста, заберите. Другие деньги у подростка, да? Давайте я не буду ходить в кино. Я думаю, если бы эта позиция была действована и эффективна, то насилия бы не было такого со стороны родителей. К сожалению, это не помогает. Кстати, по поводу, давайте я не буду ходить в кино. Никто так не скажет, никогда. Я считаю, хорошая альтернатива своему ребенку. Ты провинился, ты виноват, ты осознаешь это, если мы говорим уже о детях, которые постарше немножко, да? Придумай сам себе наказание. Пусть он придумывает сам себе наказание. Если это маленький ребенок, который только научился читать, он должен сесть и 20 страниц прочитать. Или всем лет войну и мир. Да, ну как вариант, если он очень сильно провинился, то есть пусть ребенок сам себе придумает наказание. Ну, ваша задача уже как надзирателя, как родителя сделать так, чтобы это наказание было... Соответственно, да. Да, да, соответствовало его провинности. Далее, будет вот эта тема работать? В общем, экологичный метод. Экологичный, но реальный ли? Вот все психологи любят говорить, это экологичный метод. Работает ли вот такой метод, когда ты говоришь ребенку, ты виноват, выбери сам себе наказание. Он скажет, поспать, все, по-другому не выбери. Или я сам из дома, да, не пойду сегодня гулять. Не подходит. Дальше придумывай. И еще один конфликт. На коров, нормально. Зато, знаете, творческие способности, потенциал ребенка разовьете, он будет сидеть, придумывать. Или получается, ты давишь на ребенка, то есть ребенок должен, подросток, которым, не знаю, 12, 13, 14 лет, он сидит и придумывает сам себе наказание. Я буду себя карать. Раз за разом и по кругу, и по-моему, это максимальный вариант прессинга. Это же не один, это же не единственный метод, это один из методов. Если не работает именно этот метод, нужно придумывать другой. Хорошо, может быть, разовый шлепок, вот нам Александра рассказала, что вот один раз, и все, ребенок все понял. Может, это будет работать? Ну, шлепок-то тоже разный бывает. Можно шлепнуть так, что ребенок запомнит на всю жизнь. Давайте возьмем шлепок, что не больно. В общем, говорила я, понимаете, мы не знаем степень ярости родителя, потому что мы же не знаем, до какой степени он разозлился на своего ребенка. Хорошо, если он шлепнул, а если он дал так, что, извините, можно инвалидом оставить? В зависимости от ситуации и провинности тоже. За ерунду какую-то бить, это я против этого, я не придерживаюсь этой позиции. А вот зачастую, да, бывает такая ситуация, вот ребенок, да даже не то, что ребенок, подросток, да, чуть ли не бьется в истерике в магазине, там, мама, я хочу, не знаю, там, какой-нибудь там суперкоррек. Конструктор или вот эту вот кофточку и бьется в истерике, хочу, купи. Как? Подросток, да, я думала, только дети в 5 лет. Все, до определенного периода, даже в взрослые могут. Просто игрушки у всех разные, поэтому... У нас человек, неважно, подросток, ребенок или взрослый, бьется в истерике. Мама, купи, мама, купи, мама, пожалуйста. Что делать, Дарья? Увести из магазина и дать ребенку возможность пережить эти эмоции. Хорошо, а если я подросток, и я объективно понимаю, что вот мне вот без этого конструктора жизнь больше не мила. Как мне получить то, что я хочу? Без риска наказания. Вот как понести подход к родителю, в данном случае, там, мам, папа, кто там в магазине со мной. Вот без этого домика, машинки. Вы будете сказать, пойдем, мам, переговорим или что? Может быть, я помогу Дарье ответить на этот вопрос. Инструкция про манипулирование родителей. Да, может быть, помогу ответить. Я считаю, что ребенку с самых ранних лет нужно, как бы, вкладывать такое понятие, что не все в этой жизни тебе будет доставаться просто так. За что-то тебе нужно будет побороться, чего-то тебе нужно будет подождать, что-то заслужить и так далее. У меня со своим сыном были такие моменты, были, без проблем, уводила, тоже объясняла, он переживал эти эмоции. У нас с вами маленькие дети, у меня тоже такая же ситуация, мы говорим, пишем письмо Деду Морозу. Да, но потом, когда действительно он поступал хорошим каким-то образом, он заслужил его. Помнишь, ты хотел тот конструктор? Вот ты сегодня молодец. Не мог бы его получить, но нет. Ты мог бы получить его раньше, но... Да, они уже не хотели, они же маленькие, они уже забыли. А он радовался, просто радости не было предела. То есть, фактически, я так понимаю, что нам все наши эксперты сейчас предлагают договариваться. То есть, если ты ребенок, и ты не хочешь не получить наказание, хочешь получить, добиться своего, ты должен правильно как-то договориться. Так получается? Да, можно договориться, но в каких-то моментах, когда это уже переходит какие-то границы, что-то ужасное он совершил. Я считаю, в крайних случаях можно применять какие-то шлипки и что-то такое. Или нельзя применять шлипки. Лада? Нет, ну если так, как вы обрисовали, может быть, конечно, и можно, но я все равно считаю, что нет. Нужно разговаривать четко, конкретно, это должен быть долгий, нудный разговор, так, чтобы он понял. Настя? Если, ну, вот мне нравится этот метод, вообще поощрительная система, в моем случае она всегда работала. Потому что, когда мне говорили, ну, вот, Настя, ты можешь в этом году постараться, хорошо отработать учебный год, закончить на относительно хорошей оценке, которая для тебя уместна, там, не ниже, там, семи, вот, тогда ты можешь получить какой-то большой приз. Ну, и этот приз, он был действительно большим, и ради него ты старался изо всех сил, чтобы его получить, и старался не попадать в такие ситуации. Старался делать хорошо или старался не делать плохо? Скорее, хорошо. Ну, и не попадать в косяки. Вот, просто были отдельные случаи, когда уже были конфликтные ситуации. У нас впереди еще много экспертов. Здесь мы услышали мнение мамы, которая против физической силы, мама, которая за, мнение психолога, который говорит, что есть экологичные варианты, Александра Трушель, Дарья Боргвард, Влада, девушки, спасибо вам огромное. А сразу после молниеносной рекламной паузы в нашей студии появится гостья, которая поставит все точки над и в правовом вопросе, и звездная мама. Не переключайтесь. Мы снова вернулись в студию пин-код, и, как обещали, у нас пополнение. К нам присоединилась адвокат Виктория Буката, и певица-мама, от себя добавлю, просто красавица Анастасия Тихонович. Добрый день, девушки. Добрый день. Здравствуйте. Виктория, сразу вопрос к вам. Вот сейчас у подростков, я думаю, Анастасия с нами согласится, ну, нет такого безоговорочного авторитета родителей. Как только, если что-то на крик перешло, если уж, не дай бог, рука за ремнем потянулась, ребенок говорит, это нарушение моих прав. Это правильно? И ребенок будет прав, да. У нас все-таки приоритет охрана детства, охрана здоровья ребенка. И ребенок защищен от всех форм, не только физического, психологического насилия, от оскорблений, злоупотребления своими родительскими правами. Поэтому в данном случае, да, ребенок будет прав. Любая форма насилия со стороны родителей, ни один суд такого родителя не оправдает, если, не дай бог, дойдет до такого прецедента. Хорошо. А с какого возраста можно обращаться? Куда нужно обращаться, вот если, не дай бог, такое происходит? В случае нарушения прав ребенка обращаться, что значит с какого возраста? С любого, пока ребенок, если он уже может как-то сформулировать свои мысли, действительно, понять, что его права нарушены. В принципе, это милиция, прокуратура, суды, но когда, особенно это малолетний ребенок, он не пойдет, он не пойдет в орган опеки, в администрацию. Он может пойти в школу. Он может пойти в школу, пойти в первую очередь к детскому психологу и классному руководителю. Эти уже педагоги ему помогут в том числе правильно обратиться, правильно обратиться с соответствующим заявлением в компетентные органы за защитой своих прав. Хорошо. А если вот один раз ударили, вот у нас героиня Александрова говорит, что вот один раз пришлось, и... Давайте посмотрим на это со стороны. Вот ударил родитель, а если такого ребенка ударит, ну, не знаю, вот классный руководитель, как такая мама отреагирует? Побежит она в милицию? Я думаю, побежит. Конечно. Конечно, побежит. А почему? Ей можно как родителю бить, а постороннему взрослому человеку нет. Анастасия, как думаете, родителю можно применять силу, силушку богатырскую? Ох, богатырскую уж точно нельзя. И, конечно, интересно было бы понять конкретно, какая форма наказания уже считается насилием, да, над ребенком. Потому что там где-то легкий шлепок по попе – это один вопрос. А, конечно, существуют ужасные ситуации, но это действительно, наверное, уже сфера юридическая, сфера милиции и так далее. И не дай бог, чтобы дошло до этого, мы немного не об этом, наверное, все-таки сегодня разговариваем, о каких-то таких разумных все-таки моментах воспитания детей. Чуть-чуть вот буквально, вот не выдержал, не сдержался. Значит, признайтесь честно, в детстве был ли вот такой вот этот вот шлепок? Да было всякое, потому что действительно мы все, во-первых, разные люди. И это очень хорошо сидеть на программе или где-то там рассуждать о чем-то, а когда доходит дело, вот, ну, мы это видим постоянно в магазинах. Вот недавно я в аэропорту была, и там была такая ситуация, где ребенок, маленький ребенок, но он просто был неуправляем. Со стороны это было видно. Он лежал, бил ногами, нужно было срочно, вероятно, опаздывали куда-то на посадку. Его мама не могла ничего с ним поделать, просто оставалось поднять, вот так вот встряхануть, потому что, ну, на это уже стали люди обращать внимание, да. То есть, ну, бывают разные ситуации. Понятно, что когда систематически родитель каким-то образом наказывает своего ребенка, иногда даже ни за что, может быть, следует задать вопрос, какой вопрос решает, извините за тавтологию, родитель. Потому что иногда мы, здесь вот, была психолог, совершаем такой перенос психологический, и уже это наказание не имеет отношения к тому, что делает ребенок, а имеет отношение к тому... С его бессильником, что ли? Нет, а имеет отношение к тому, какие внутренние вопросы и проблемы свои собственные решает родитель, вот, посредством вымещения на ребенке и каких-то своих вот таких неразрешенных ситуаций, моментов, незакрытых, еще каких-то, по которым действительно можно обратиться к психологу. И это стоит за собой, наверное, иногда любому человеку. Вот есть всегда какой-то маленький люфт перед тем, как ты что-то сделаешь, перед тем, как сказать кому-то грубое слово, перед тем, как наказать ребенка, перед тем, как вспылить, есть вот эта одна доля секунды, когда ты можешь повернуть ситуацию в другую сторону. Вот, наверное, нужно в любой ситуации все-таки начинать с себя и учиться в этот момент все-таки взять себя в руки и подумать, зачем ты и что тебе это даст. А вот можно ли взять себя, детей и, например, куда-то вместе сходить? Как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь очень положительно, тем более, если это действительно какое-то мероприятие, которое... Прекрасное мероприятие, давайте, что грех открывать. Какое-то прекрасное мероприятие. Вот сегодня, кстати, мне было очень приятно, что мой сын спросил, мама, а у тебя что, концерт 8 марта? Потому что ему 14 лет, и он не очень интересуется, может быть, какими-то такими вот мероприятиями. Я говорю, а ты что, хочешь сходить? Вот он поинтересовался, мне было, честно говоря, приятно, действительно, потому что 8 марта, пользуясь случаем, хочу всех вас пригласить на наш концерт с Аленой Ланской в ДКамАЗ. Спасибо большое. Вот так вот. Кстати говоря, там наша программа называется «О главном». И вот это как раз-таки «О главном». Это как раз-таки «О главном», и тоже будут моменты, когда мы будем говорить о том, что семья – это главное. И воспитание – это, конечно, очень важный процесс, но иногда вместе с воспитанием должно наряду идти понимание и просто любовь. Анастасия, у нас остается совсем мало времени, потому что это прямой эфир. Главное бы сказать, что есть любовь. Есть любовь, да. И у нас есть любовь к нашим телезрителям, поэтому быстро, рано-бно выбираем победителя, который проведет целый день со звездой «Зерасмус». «Зерасмус». И мы, посовещавшись, приняли решение, что это будет Наталья Тимчук. Так что, Наталья, с вами свяжется наша редактор и расскажет, каким образом вы сможете это сделать. День с командой «Зерасмус». Это, по-моему, потрясающе. Ну, смотрите, к чему мы все-таки приходим. Всегда нужно договариваться. Если тебя пробуют как-то прогнуть, наказать тебя, всегда нужно договариваться. Так? В том числе обращаться сразу к психологу, в том числе к школьному. Либо же куда-то вместе двигаться. Настя, что можешь сказать в конце? Сейчас осталось такое же отношение или что-то изменилось? Вот так вот, коротко. Такое или нет? Ну, в принципе, я выслушала точку зрения родителей. Я согласна, что иногда нужно и штрухнуть ребенка. Но это нужно делать, вот, наверное, до пяти лет, чтобы он понял, что все-таки родители... Спасибо большое. Да, и мы будем к этому прислушиваться. Это был Пин-код. Смотрите нас завтра. Спецвыпуск будет очень интересно. Всем пока!